Всем привет! С вами Ванделей и в этом ролике мы продолжим обсуждать Call of Duty 2. Сегодня поговорим о багах, ляпах и просто интересных наблюдениях по данной игре, собранных мной и присланных зрителями моего канала. Первым делом предлагаю посмотреть оригинальную версию игры, в которой, например, улица Солнечная в советской компании называется улица Солечная. Надписи в трубопроводе на русском языке выглядят так изначально. Лично я раньше думал, что это перевод, сделанный в нашей локализации, но нет. Также интересно присмотреться к именам бойцов. Вот Феодора, а вот боец Бандерачук в Сталинграде. Перевод оригинальной версии на русский язык в целом сделан довольно грамотно. Отличий совсем немного и они довольно незначительны. Единственное большое отличие, это реплика Летлёва в первой миссии, в которой он говорит, что гранаты дороже советских бойцов. В нашем переводе эту фразу убрали. Кстати, интересный факт. В довольно известном глобальном моде Back to Fronts, авторы использовали нашу локализацию для советской компании. И теперь в англоязычном моде советские бойцы говорят по-русски. И также получается, что в моде пропадает та самая реплика Летлёва. Впрочем, она всё ещё остаётся в субтитрах. В прошлый раз мы обсуждали детали фильма «Враку ворот», которые перекочевали в советскую компанию. С тех пор мне пришло в голову, что магазин одежды, в котором начинается уровень подрывной работы, также срисован с магазина из данного фильма. И это же место после будет повторно воссоздано в качестве знаменитого магазина одуежды в World at War. На уровне «Держать оборону» мы можем попытаться вызвать удар артиллерии на себя. Конечно, союзники от такого офигеют. И даже назовут нашего персонажа придурком. В оригинале игрока называют «Бампот» и «Дафти». Конкретно британские аналоги слов «Идиот» и «Дурак». Также забавно, что наш союзник сперва называет координаты для артиллерии. И только потом до него доходит, что мы указали собственную позицию. На уровне контрнаступления, он же «Взятие Тужена», в самом конце часть колонны спокойно проезжает сквозь взорванный танк. В этой же миссии имеется момент, когда вражеские бойцы подбивают наш танк и спонсор Шреков. Чтобы сломать игру в этом моменте, просто обкидываем танк дымовыми гранатами. В таком случае он проедет дальше и не будет уничтожен. А двое бойцов с пансер Шреками так и останутся на своих позициях. Причем они будут бессмертны. Зритель канала под ником Джон Картер обнаружил, что в конце этого уровня мы можем запалить спаун союзной техники. Давайте используем Ноуклип в миссии «Операция сверхбросок» и полюбуемся на графонистых союзников, которых игрок обычно видит вдали. На этом же уровне, да и не только на нем, наш герой может заглядывать внутрь вражеских орудий. На уровне «Перекресток» после того, как на нас выезжает вражеский броневик, поворачиваем налево и прыгаем. Если быть настойчивым, мы сможем заметить дыру в текстурах, самый ее край. На этом же уровне, в здании, в котором мы начинаем игру, поднимаемся на второй этаж и смотрим в окно. Отсюда видна еще одна текстурная дыра. На заставке первого американского уровня можно заметить две фотографии, которые по факту сделаны из одного и того же реального снимка. Автор загрузочного экрана просто взял два фрагмента с одной и той же фотографией. И мы можем заметить даже общую часть у этих фрагментов. Во время высадки на пляж, одного из наших солдат убивают. И если присмотреться, вы увидите, что после смерти его глаза вылетают из орбит. Этот баг прислал подписчик Иван Круглов. Также в этой сцене мы можем воспользоваться биноклем, от которого наш герой не отлипнет даже после оглушения. И забраться по тросу, тоже можно вместе с биноклем. В этой же миссии можно забраться в немецкий броневик. Мы можем запрыгнуть в него вот с этого забора и воспользоваться пулеметом. А вот персонаж, названный в честь Винца Зампеллы. Забавно, что в нашем переводе он стал Дзампеллой. В миссии обороны Пуэн-Дюхок. Во время отступления мы можем направиться на правую сторону склона. Здесь нет никаких невидимых стенок. Единственное, что надо сделать, это проскочить мимо Тигра. Но мы можем это сделать при помощи дымовых гранат и укрываясь в траншеи. Затем идем к бункеру на самом краю и перепрыгиваем через колючую проволоку. Так мы попадем за пределы уровня и даже сможем провалиться под карту. В миссии рейнджеры идут первыми. В первом бункере на нашем пути пулемет проходит сквозь текстуру, если мы поднимем его наверх. В этой же миссии зритель канала Данил Панфилов заметил очень смешную ошибку перевода. Реплику «Кто-то там получил дымовую гранату». И он же там получил дымовую гранату! Звучит очень подурацки и непонятно, что имеется в виду. А все потому, что в оригинале боец кричит. «То есть кто-нибудь бросьте туда дымовую гранату». Однако глагол «get» был переведен не в том значении. И получилась забавная бессмыслица. В начале миссии «Переправа» сержант говорит. «Кажется, фрицы хотят играть вкрутую». А в субтитрах написано «играть вслепую». Правильный вариант именно вкрутую. В этой же миссии вода проходит сквозь днище нашего транспорта. То же касается и союзных амфибий. Вообще, обратите внимание, что ничего не мешает нам сюда залезть. И погибнуть, как только союзная амфибия тронется с места. Еще очень забавно, что союзные бойцы не выходят из амфибии. По сути, она просто сама выезжает из-под их ног. При этом некоторые бойцы еще и могут погибнуть. Наконец, на союзные амфибии, в отличие от нашей, установлены дополнительные браунинги. Из которых даже можно пострелять. Но чтобы не быть убитым от движения амфибии, придется использовать читы. Ну и еще в начальной сцене мы можем использовать бинокль. Во время стрельбы из пулемета, что тоже довольно весело. А после высадки бинокль пригодится нам, чтобы пронаблюдать, как союзный транспорт исчезает по волшебству. И на этом все баги и ляпы, о которых я хотел вам сегодня рассказать. Если вы знаете что-то еще интересное, о чем я не упоминал в предыдущих роликах, то обязательно пишите в комментарии или в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Также на моем канале имеется разбор вырезанного контента Call of Duty 2. Например, информация о вырезанной миссии за советскую медсестру и многое другое. Так что если вам интересно, то кнопки на поэлисты сейчас появятся на экране. А с вами был Ванделей. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok